может быть я не вспомню именно точно день дату и точно год но это было незабываемое впечатление от просмотра первой операции в режиме онлайн которую проводили австрийские хирурги показывая первый раз лапароскопическую холецистектомию и для меня это было какое-то открытие новой планеты новой вселенной когда мы увидели в современном понимании минимальную инвазивную хирургию а зал молча сопровождал проведение этой операции и после операции кроме восторга никаких других восклицаний из зала не было но вообще первый раз я увидел лапароскопию как таковую вот в предыдущем исполнении много лет назад еще будучи в ординатуре по оперативной хирургии конечно это было очень примитивно но скажу вам честно это позволило дало очень большой толчок для того чтобы мы будущем развивали эти технологии и потом работая в 119 больнице здесь уже в москве ими огромный шкаф никому непонятного оборудования с надписью шторц мы постепенно каждый день внедряли какой-то инструменте какой-то проводок какой-то инсуфлятор какой-то коагулятор и в конечном итоге после пяти лет работы в больнице вот как раз пришли к пониманию первой операции по удалению желчного пузыря очень долгий путь но он очень красивый и всегда был именно с маркой этой компании карл шторц мы часто встречаемся с теми докторами с кем мы по большому счету начинали внедрение эндоскопии в гинекологию да не только в гинекологии в общую хирургию и всегда одна и та же фраза звучит что нам очень повезло что мы живем в эпоху развития эндоскопической хирургии потому что конечно это абсолютно перестроило наше мировоззрение ментальности отношение к себе отношение к больным отношение к технологиям ко многим болезням и ну я бы сказал это просто абсолютно перевернула мир и еще раз повторюсь то очень благодарен что живу в то время когда такие технологии внедрялись наверное может быть каждое время каждому времени свойственно такие открытия но нам очень очень повезло ведь посмотрите мы сейчас много работаем на роботе и действительно это тоже очень большие перспективы дает будущем но по большому счету вот такого переворота как произошло после внедрения лапароскопии а в хирургическую практику не происходит да мы чуть улучшили эргономику чуть улучшили в саму технологию но по большому счету концептуальных изменений не произошло вот лапароскопия дала наоборот была одна хирургия стала хирургия абсолютно другая поэтому сказать что это повлияло чуть-чуть или как так костно невозможно это абсолютно перевернула например мою профессиональную жизнь но с одной стороны мне очень повезло у меня были блестящие учителя татьяны лякния пшеничникова которая как-то очень быстро поверила молодых перспективных хирургов и дала нам зеленую улицу здесь сегодня где работаю власть лаванж краснопольский я не знаю почему поверил мне и опять-таки дал широкую улицу движения вперед но были очень такие пожалуй казуистические смешные факты но например много много лет назад я выполнил лапароскопическую аппендектомию пациентки с трубно-перитональным бесплодием и это было действительно необходимо и кстати ну не обязательно эта операция но вообще вся лапароскопия помогла и в последующем имеет спонтанную беременность но на следующее утро когда пришла руководитель отделения и узнала что мы без ее так сказать согласия выполнили такую процедуру ее в тот день не было на рабочем месте мне объявили выговор занесения в личное дело так что у меня в трудовой книжке есть вот такая очень приятная для меня запись а сегодня ни у кого не вызывает сомнений что аппендектомия должна выполняться обязательно лапароскопическим доступом и труд был и тернистый и долгий но с другой стороны он был полон открытий достижений успехов формирования новой команды нового коллектива ну например за внедрение эндоскопии в гинекологическую практику мы составе большого коллектива 14 человек а получили звание лауреата государственной премии и я очень горжусь что я оказался в числе тех докторов владимир надомян покойного ныне академика кулакова и других которые действительно активно помогли внедрить эндоскопии в гинекологии спасибо всем большое перспективы конечно же огромные это не только что будут изобретаться новые инструменты какие-то более тонкие может быть там не знаю более гибкие более красивые с новыми энергиями это один путь но я бы посмотрел на интеграционный путь и конечно в будущем вот операционным и сегодня имеем блестящую операционную и меняется цвета и лампы и наружные внутренние вот видите все это очень легко управляется как бы такой некий единый центр но конечно если мы это все еще будем интегрировать например вместе с ультразвуковым аппаратом ангиографом мрт интероперационная то есть это все позволит как мне кажется сегодня уже есть такие технологии которые позволяют смодулировать заболевание произвести виртуальное хирургическое вмешательство с пониманием всех тех сложных моментов которые могут встречаться а затем уже это все можно экстраполировать на реального пациента на реальную патологию и абсолютно реально практически без осложнений можно будет выполнить хирургическое вмешательство вот я думаю в этом направлении именно технологии цифровых создание определенного искусственного интеллекта который будет помогать хирургу какой-то карты и маршрутизатора пациента вот эти вещи они должны будут внедряться вот эти 20 лет назад мы путешествие на автомобиле на имели карту следили как там проехать по москве волгограду владивостоку и так далее то сегодня ни у кого не возникнет даже предложение давайте купим карту города да сегодня забили все в навигатор и поехали путешествовать вот мне кажется что мы сегодня стоим на пороге вот таких открытий когда хирургу будет помогать некий такой интеллектуальный комплекс и конечно же я думаю что компания шторс будет сейчас эти технологии больше и больше развивать но я вспоминаю первый офис первых людей которые представляли вашу компанию в россии ну надо сказать что компания всегда везло на представителей это были очень милые очень квалифицированные очень добрые понимающие люди никогда повторюсь никогда не услышал слова нет как бы не было трудно и были трудные года и у нас и у вас никогда слова нет не было и надо отдать должное компании в отличие от очень многих других и российских и зарубежных производителей всегда стремилась только к одному чтобы как можно больше врачей было вовлечено вот в этот процесс внедрения новых технологий в нашу обычную практику поэтому компания очень много занимается образовательными программами мы тоже очень много помогаем компании в организации образовательных программ но самое главное что повторюсь никогда не услышал снова нет ни от кого из сотрудников ни такого ранга ни такого ранга мне кажется что вам надо чуть больше сотрудников потому что иногда вы так перегружены так перегружены что справиться с таким количеством дел физически просто невозможно наверное нужно дублировать друг друга я веду создавать роботы-дубляжи, и тогда будет очень проще. Мы будем обращаться по очень серьезным вопросам к настоящему Колосу, а по другим мелким вопросам можно будет обратиться к роботу Мартану Колосу, и он точно так же сможет справиться с такими вещами. Вот такое мое предложение клонироваться.